Здравствуйте, это Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гейтман и медицинские центры «Призма». А с вами на связи научный сотрудник Atlantic Council, известной аналитической организации Питер Диккенсен. Питер, здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли для нас время. Здравствуйте. Я очень рад с вами общаться. Питер, у меня для вас один очень большой вопрос, который очень важен сейчас для всех украинцев. Вопрос звучит следующим образом. Какие сценарии рассматривают на Западе для развития или окончания войны России против Украины? Потому что я уверена, что на начало года многие сингтенки, и вы в частности, и другие аналитики, для себя каким-то образом думали над тем, как могут развиваться события в этом году. Ну, это действительно главный вопрос сегодняшний день. Вы правы, да, в последнее время было очень много переговоров, разговоров и статьи, информации по поводу, какие вариантов есть за 2023 года. Нету ни один сценарий, нету единственного сценария, есть разные вариантов. Но, по сути, если мы смотрим на то, что было сделано в последние дни, я имею в виду новый большой транш денег и оружия для Украины из Америки, я имею в виду решение Франции передать Украине новой бронотехникой, которая танк или не танк, там типа спорят людей по поводу, что это такое конкретно, но все-таки это новый уровень оружия, который они решили передавать. Германия посоединилась и сказала, да, мы можем тоже передать. Британия сказала, хорошо, мы тоже будем на такой уровень. Теперь идут переговоры очень активные между поляками и других стран, чтобы они создали группы, чтобы передали еще танки, именно западные танки, не просто советские танки, которые остатки из холодной войны, но настоящие западные, все примерно достаточно танки, то есть леопард и так далее. То есть, несмотря на все разные спекуляции по поводу событий и что будет в этом году, где есть разные мнения, мы видим в последние дни, что конкретно Запад улучшается их помощь и поднимают их помощь на новый уровень для Украины, и это можно понять как конкретный месседж, конкретные сообщения, что они хотят видеть в этом году победу Украины. Питер, я знаю, что вы знаете Украину, любите Украину, изучаете Украину, но в то же время вы очень хорошо знаете и настроение на Западе, у вас есть возможность анализировать ситуацию. Какие проблемы видите вы сегодня в отношениях между Украиной и Западом? Почему я об этом спрашиваю? Потому что мы так или иначе всегда хотим больше оружия, быстрее оружия, но потому что сложно, потому что, ну и вы знаете, как сложно, да? Вот и все время хочется задать вопрос, но почему же Запад не действует на опережение? Ну можно же было раньше, да? Вот это очень важный еще вопрос, и потому что понятен ли, понял ли Запад, что он хочет от России? Какой должна быть Россия вот после этой войны, в результате этой войны? Это ведь тоже важный вопрос. Ну вот то, что вот именно вопрос, что какой Россия хотят, Запад, это хороший вопрос. Они хотят, ну грубо говоря, если бы они хотят спокойной Россией, они хотят в России, который никому не угрожал и не сделал такие ужасные кошмарные вещи, как они сделают, ну в один слов. То есть это им не так особо важно, что Россия была какой-то блестящей демократия, или там страна, где там были законопослушные люди, или правительство, и так далее, и так далее. Это не важно. Смотрите на Китай. То есть им не важно, что Китай стал более демократически, им важно, что Китай был хорошим экономическим партнером для них. То есть внутри России это не особо, ну кроме каких-то там гуманитаристских организаций, это особо никому не мешает. Но мне хотелось бы видеть повтор или даже продолжение, то, что мы видим сейчас в Украине. Это угроза, конечно, не только для украинцев, не только для Украины, это угроза для всех регионов, это, ну, включая там от Прибалтика до Балканов, там в Центральной Азии, и так далее, и так далее. Поэтому это то, что касается западных отношений к России. Они хотят, чтобы это все прекратилось. При Путина, без Путина, это не важно. Но Запад не хотят видеть, скорее всего, но большинство, как я понимаю, не хотят распадать Россию, не хотят, чтобы Россия перестала существовать, потому что это дает им новый головный болт, когда появится ряд новых государств, некоторые из них, может быть, будут абсолютно нормальны, некоторые из них будут вообще непонятны, некоторые из них будут иметь ядерные оружия, некоторые из них будут иметь другие оружия, или химические что-то, и так далее, и так далее. Поэтому им этого неинтересно, и они не хотят этого особо. Так же, как они не хотели в конце 80-х, начале 90-х, много западных стран, включая США, не хотели, чтобы Советский Союз перестал существовать. Президент Буш приехал в Киев, как много знают у нас в Украине, приехал именно вот несколько дней до независимости и сказал, мы против, мы не хотим этого, мы вам посоветуем очень, этого не сделаем. То есть, это миф, что Америка устраивала распространительный союз. Америка не хотела этого. И много западных стран в таком же дух не хотели этого. Поэтому Запад хочет спокойствия. Запад хочет жить спокойно, как они жили уже там 80 лет, более-менее. Они хотят жить в добром, как кот Леополт, и чтобы все было спокойно, и легче, и теплее, и без всякой конфронтации. Им война неинтересна. Вот это то, что Запад хотят. Им есть большая симпатия к Украине сейчас. Западный мир до сих пор, насколько я понимаю, есть очень большая симпатия к Украине, поддержка к Украине. Они прекрасно понимают, что Украина, типа, прав, то Россия не прав, что надо поддерживать Украину, что это опасность для всех. Но в том числе есть много разных событий в мире. И вот самый большой, и как вернемся в начало ваш вопрос, самый большой опасности для отношения украинцев и Запада, я сказал бы, сегодняшний день, это не то, что Украина много требует. Это нормально. И все понимают, что Украина должна требовать много. Самая большая опасность для Украины, это то, что происходящих в Украине, ужасов, ударов, массовое убийство, питки и так далее, массовые депортации, это все станет нон. И люди в Западе просто станут просто устали от этого новости, и это будет перестать им интересоваться, и они будут уже относиться к этому, как, ну, там всегда так, да, как же так, ну, в Африке сегодня есть голову, ну, извините, но что? Там, в Сирии есть какой-то ужас. Ну, извините, но мы уже это видели 10 лет, да? Такой же дух могут быть в Украине в этом году. О, опять же, ракет не удалил, их свет нет. Они нашли еще там большую могилу, где там 50-100 мирных жителей живут. Ну, это уже не первый, не второй, не десятый раз. То есть это самая опасность, то есть это станет банальнее на Западном мире. То, что этих ужасов, которые творит россиян, Украина, это станет просто обычной, событий для западной аудитории и перестанет им шокировать. Питер, тогда я хочу задать вам вопрос, который задают себе все время украинцы. Вот мы же все понимаем, что эта война проблема и для Запада тоже. С точки зрения денег, вопросы энергетики и многое-многое другое, да? То есть, по большому счету, Запад не должен хотеть долгой войны. И тогда украинцы спрашивают, но почему же они сразу не дадут нам столько оружия, чтобы мы могли быстро победить Россию? И этот вопрос звучит уже, вот начал звучать уже практически второй год пошел, как к этому вопросу. Да, но это действительно неприятно наблюдать на это. Это действительно дает какой-то там силный дискомфорт, когда ты видишь и ты знаешь, что надо, и тем более ты знаешь, что это будет. То есть, я не сомневаюсь, что будут танки, я не сомневаюсь, что в конце концов будет дальней дистанции там ракетов, что будут там самолеты, и все, что требовали там год назад, может быть, через полгода все красиво будет. Но это надо понимать, как западный мир сегодня, это как мирные люди, которые сидят в какое-то заведение, и там какой-то там пьяный бандит ходит, и он очень агрессивный. Но они знают, что у них есть силы его контролировать, но они не хотят выйти в конфронтации с ним, потому что им это не надо. Они живут в мире. Они уже жили три поколения в мире, три поколения, которые никогда не знали война у себя. Они забыли об этом. Им непонятно, что это такое война. И перейти от мира до войны, это самая большая линия в человечестве, это самая большая граница, которая есть в цивилизации. И им это очень сложно перейти. Они очень осторожно к этому линию относятся по этому причине, потому что они не могут объяснить свой электорат, там в Англии, Франции, Германия, почему у них страна, беда и война ради третий стран. Украина в этом случае, но это может быть любой другой третий стран. Они не понимают, почему мы ишли в войну первый раз за 80 лет и за третий стран, когда нам не угрожали. Что это такое? Человек, который это сделал в Запад, автоматически потратит свою работу. Автоматически. Он не будет больше премьер-министр или шанцлер, или президент. Он не будет участвовать в политике. Он будет проклятый человек. Проклятый. Ему не будет денег, у него будет слава, у него не будет репутация. Он потратит все. Поэтому в Западном мире они идут очень медленно. Франции дают, ну, Британия дают там Эдло, Америка дают там Джавлин, французов дают там, не знаю, Сизоров. Они все в одной линии, чуть-чуть по чуть-чуть, и никто не хочет, сил не впереди идет. Потому что если он сил не впереди идет, он ставит себе таргет на спина, и он станет себе таргет на какой-то страшной русской агрессии. И россияне могут использовать этого. Все понимают, что Россия выиграть войну против НАТО не могут. Они уже там полгода Бакмур не могут взять. Какое НАТО? Какое НАТО? Но они не могут выиграть войну или против Франции, или против Германии. Но Россия прекрасно. Сил Россия это то, что они понимают слабость Запада. Они понимают, что Запад боится. Они понимают страх Запада. И они используют это очень хорошо. Вот это их главное оружие, я считаю. Они потихонечку используют. И каждый раз, когда Запад дает оружие, Россия очень тонкая, очень техничная, и очень правильная использовать этот страх, и сделать сообщение, как, о, мы с войной против Америки, мы с войной против НАТО, мы будем бомбать Францию. Не ловят правительство, не Путин, но его там всякие там пропагандисты и так далее, или там какие-то политики, они всегда делают такое очень вовремя сообщение, чтобы запоминать эти аудитории. Осторожно, вы можете попасть в войну, потому что они знают, как это звучит, главная внутренняя аудитория этих стран. И они уверены, что кто-то из этого страна, их коллеги, русские там поклонники или коллеги, или просто в медиапространстве поднимают эту фразу и дублировать его, ну, не дублировать, но распространять его в среде, что французов обязательно этого слушают, американцев обязательно этого слушают, британцев обязательно. Русианов играют на этом страх, потому что для западной войны это непонятная страшная вещь. И они готовы делать практически все, чтобы не попали в этом. Питер, когда запад избавится от своего страха? Когда наступит этот момент или никогда? Никогда. Они избавятся этого в момент, когда русианов на самом деле на них наступают. Когда русианов начинают именно воюют именно в центральной улице Берлин. Когда русские солдаты стоят на центральной улице Берлин, немцы скажут хорошо, будем воевать. Только тогда. И так же за Париж, и так же за Лондон, и так же за Воскресенье. До этого ни в коем случае думать об этом это бессмысленно. Потому что это не будет. Потому что, опять же, это цивилизирование, это граница цивилизации. Война имеет. И они живут в хорошем праве ставленной. Они живут в мирной стороны. И перейти на войну, это нонсенс, Ланек. Абсолютно нонсенс. Если им нет потребности этого сделать, если им надо это сделать, они не будут это сделать. Ни в коем случае. Ни за кого. Ни за Украину, ни за своих соседей, ни за кого. Питер, вы знаете, вот на Западе все время не могли поверить, что российскую армию можно победить. Столько было интервью накануне вторжения, полномасштабного вторжения в западных средствах массовой информации о том, что российская армия, она такая современная, она вторая в мире, и много-много об этом говорилось. Вот сейчас появилось на Западе понимание, что Россию можно победить, или все равно еще не все в это верят? Не все в это верят, но много этого верят сейчас, потому что действительно Украина показывала, что это возможно. Самые большие открытия последних годов, это не то, что Путин страшный диктатор, мы в принципе этого знали и до этого. Конечно, он всех удивлял на уровне его страшности, его уровня, его самостоятельства, и так далее. Но все-таки мы знали, что он вроде такой человек, да, вот это не абсолютно новость никого. Главная новость это то, что русская армия, это потомкинское дерево, это просто фасад, это просто несерьезный, ну, на мировой уровень, да, серьезные структуры, в плане того, что потенциал натяжения там страна или инфраструктура и так далее, но как второй армии мира, конечно, это абсурдный нонсенс. Люди были очень удивлен, потому что действительно до этого, до феврал 2022, много людей, и включая серьезные специалисты, не просто там, те, которые наблюдают стороны серьезных специалистов, полные верили всей информации из России, что это такое, они видели все парады, они смотрели на все данные, они слушали все речи Путин по поводу нового оружия, нового этого, нового этого, современное все, как они стали на ногах и так далее, и так далее, вся эта риторика была принята как правда, и люди думали, что Россия, и в том числе они видели детство, они видели русскую армию, как он действовал в Сирии, достаточно компетентный, хотя понятно, что противник в Сирии там какие-то люди из калашников бегали, то есть это не серьезно и конкретно, но все равно, русская армия был в свой сел в Сирии, сделали свое дело, работали хорошо и показывали себя достаточно компетентным, в том числе и в Крым, Крым это была с точки зрения Россия блестящая операция, пришли, захватывали за несколько дней и брали большую территорию, присоединили к себе, это было тоже показатель, что компетентность была, и русская армия была другой, чем мы видели в Чечне в 90-х, или в Афганистане, в советской армии в 80-х. были какие-то причины, почему люди поверили в то, что сказала и Россия до начала полномасштабного движения Украины, но, конечно, мы сейчас имеем абсолютно другую картину, и люди уже понимают, что победить в России это полно возможно, но русская армия сегодняшний день, год назад это была второй в мире, да, по взгляду многих, сегодня это армия, которая зависит от каких-то там зеков, которые берут там вагна, какие-то непонятные, это мобилизированные там люди, которые непонятно хотят, не хотят воевать, без тренинга, без опыта, оружие, которые бронотехники, танки, которые в 60-х годах, 70-х годах, дронов из Ирана, боеприпасов из Северной Кореи, но это уже далеко от этих впечатлений, которые год назад, то есть люди понимают сейчас, да, дела сложны, война будет продолжаться, ничего, ничего однозначного нету, но победить можно, и опять же, то, что я сказал, вот мы видим сейчас качество оружия, количество оружия и качество оружия, которые передают вот последний передел, или сейчас собрался передел последнего времени, это главный показатель, что западные понимают, что можно победить Россию, и хотят победить Россию, и готов поддерживать этого победы. Питер, как вы лично, как аналитик, оцениваете, куда движется Россия, то ли она движется к тому, чтобы превратиться в Северную Корею и закрыться, то ли она пытается сформировать какой-то блок из незападных стран, ну, скажем там, Иран, Северная Корея, Китай, я не знаю, какие-то еще страны, то ли она будет воевать до последнего россиянина, чтобы захватить Украину, но ведь, чтобы захватить Украину, для того, чтобы захватить Украину, тоже должна быть какая-то цель. Захватить Украину, чтобы что? То есть, есть ли, вот с вашей точки зрения, какая-то геостратегическая цель у Путина, пойти дальше, или что? Как вы это оцениваете? Вот сегодня это очень интересно. Ну, у меня впечатление, что Путин нету плана сейчас. Я думаю, что у него год назад был план, у него год назад был идея, что Украина это Россия, он не просто так говорил, я думаю, что он действительно поверил в это, он платил очень большие деньги, что ему так сказали бы, что господин Медведчук получил большие деньги, чтобы ему сказать, что действительно он самый популярный человек на земле, чтобы украинцы его любят и все, просто какие-то гоблины мешают ему здесь, и он должен просто убрать этих гоблинов, они все остались на место. К сожалению, человек был изрелован от жизни, от реальности очень много лет, и он, как любой диктатор, начинал слушать свою пропаганду и начинал употреблять свою пропаганду, и это самый опасный для любой диктатора. И мы имеем, что мы имеем из-за этого, я предполагаю. То есть у него был конкретный план тогда-то, который был построен на абсолютно нереалной вещи, абсолютно неактуальной вещи, и он думал, что это возможно. И из-за этого иллюзия, из-за этого неправильной базы информации, он пошел, и сейчас мы в тупик. То есть он не знает, что он хочет, он не знает, что он может реализировать, он мобилизировал 300 тысяч человек или там 400 тысяч, чтобы просто остановить украинские контрнаступления, грубо говоря, чтобы просто поставить кучу людей в восточную и южную Украину, чтобы украинцев не могли бы все перехватить обратно и освободить весь континентальный Украин. И в этом плане, в принципе, у него получилось. То есть вроде сейчас мы не видели большое контрнаступление последние два месяца после, ну, полтора месяца, да, после освобождения Херсон. То есть это, в принципе, это работало, но новое большое наступление русских войсков тоже не видно и непонятно и сложно представить сейчас. То есть что можно, они не могли что-то, ну, большой городов, тем более Киев, захватить год назад, в феврале, когда они использовали самые опытные войска, большое количество причем, самая лучшая техника, элемент сюрприз и так далее, и так далее. У них было все преимущества, и у них ничего не получилось. Поэтому сложно поверить, что сейчас он может собрать там 200 тысяч или там 500 тысяч еще какие-то там шмобыки и отправить им прямо на Киев или на Харьков и получить какой-то там успех. Поэтому я думаю, сейчас конкретный план просто держить то, что есть. Держить то, что есть, может быть там конкретно выйти на границе Донбасса, чтобы полно захватили там Луганск и Тонецк и областы. И главное сейчас движение россиянов, это держать то, что есть, и требовать переговоров, чтобы прекратить войну быстро. Им вот эта передышка очень нужна сейчас. Очень. И они из всех каналов используют этого и требуют этого. И они используют все, они потребуют всех своих коллег, и друзей, и партнеры, Венгрия, Турция, кто угодно, чтобы они тоже сказали, давайте уже переймей, 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 потому что Россия этого нужно очень сильно, как вода, как воздух даже. Поэтому вот я предполагаю, вот в ближайшем месяце мы будем так говорить, будет новая мобилизация Россия или нет, может быть. Я думаю, что это вполне возможно, но я не думаю, что это дает им возможность очень большой новый этап войны открывать, когда они будут захватить новые территории. Я думаю, что главное это держать то, что есть. Может быть, чуть-чуть сюда-туда, там приравнять линию, как мы видим в Бахмут. Но, опять же, Бахмут сейчас, у них все свои лучшие войска там есть, они все воюют. И, ну, вроде у них какой-то вчера, после вчера, там последний успех в Солидар. Ну, Солидар это маленький городок, где там до войны жил 10 тысяч человек. И россиянов об этом сейчас сообщают, что они типа взяли Берлин. То есть это тоже показатель, где мы находимся в сегодняшний день в войнах. То есть для них какое-то там село, это огромнейшая победа, потому что у них уже полгода никакой победы не было. И я не предполагаю, что большая победа за коррозун. У них сейчас там пережить надо, держать то, что есть. И дальше посмотрим. У Путина нет конкретных планов. И я думаю, что это всем понятно и в России, в том числе. Посмотрим, что будет внутри России. Будет там стабильнее или нет? Я не знаю. Внутри России мне сложно сказать, но мне впечатление, что они очень пассивные и ничего не будет. Но этих людей, которые были отправлены в Украину, это уже другой вопрос. Потому что это вопрос жизни и смерти. Они могут что-то там делать. Они могут отказываться в большом количестве. По моему мнению, это более интересный вариант. Питер, и еще один вопрос, еще одно направление. Это следующий год или этот год уже начинается президентская гонка в Америке. И насколько война России против Украины будет частью этой гонки? Как она будет влиять? Или вообще никак не будет влиять? И с другой стороны, повлияет ли президентская гонка в Америке на ситуацию в Украине? Это, конечно, главный вопрос. Американская внешняя политика сегодня в день и будет, скорее всего, и до выборов. В выборах еще почти два года впереди. То есть это уже далеко. Но, конечно, это будет тема, которая будет существовать. Но мы также видели только что в американских выборах в Конгрессе. То же самое было. Это была главная тема. Мы слышали очень много всего там разных мнений. Мы не будем давать этот, мы не будем давать этот. Но все-таки сейчас такая позиция, что хорошо, мы будем, но мы будем очень аккуратно смотреть, но мы будем продолжать. То есть я предполагаю, что такого будет в президентских выборах. Я не могу представить ситуацию, когда Америка говорит, хорошо, вы знаете, мы передумали, мы не будем больше поддерживать Украину. Они могут чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше передавать. Они могут ставить какие-то новые структуры, чтобы контролировать это или чтобы по-разному там влиять на ситуацию. Но чтобы Америка конкретно, там, кардинально изменили свою позицию, то, что они поддерживают Украину, это исключено практически. Поэтому да, будет очень много шума. Украина будет как политический мячик, футбол для американской внутренней аудитории. Это будет и сюда, и туда, и так далее, и так далее. Как мы уже привыкли, как мы уже видели много раз. Но это не надо слишком много внимания бросить на это. Потому что для них это их политическая культура, это нормальная, это здоровый демократический систем. У них все получится как нормальное, и поддержка для Украины будет продолжаться по-любому. Питер, спасибо огромное. Спасибо, что нашли для нас время. Мы вам очень за это благодарны. И вам спасибо. Питер Диккенсен был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами.